Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня первый день Айта, первый день после Уразы, после поста. Поэтому все мусульмане мира сегодня отмечают этот праздник. И в этот день положено говорить Ураза Байрам, либо же Айт Мабрук. В общем, немножко здесь отличаются традиции. Не так, как в наших мусульманских странах. Здесь готовят соленую рыбу с изюмом и луком. При этом готовят хлеб, какие-то свои традиционные сладости. Поэтому я вам немножко сегодня это все покажу. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца. Просто, насколько я знаю, то, что у нас в Казахстане не пекут специально хлеб на первый день Айта, после Уразы. Поэтому для меня это как-то нового. И поэтому я решила с вами поделиться и рассказать то, что здесь даже на Айта пекут специально вот такой воздушный большой хлеб. Также делают специальные сладости. Сладости можно купить, либо же сделать самим. Очень много разных видов орехов. И это все очень безумно вкусно. Сейчас покажу еще одно блюдо, как делают рыбу. Вот так вот выглядит этот соус. Это вот идет изюм с луком и с маслом. Это безумно вкусно. И вот так вот выглядит наша рыбка. Ее варят в воде. В общем, будем сейчас пробовать. Это моя сестренка. Элла, привет! Привет! Она прилетела ко мне из Казахстана сюда в Тунис. И сейчас она попробует вот это вот блюдо, которое готовят специально на Айт. Называется шармуля. Элла никогда в жизни такое не ела. Сейчас попробуем посмотреть, какие у нее эмоции это вызовет. Элла, давай, начинай. Вот этот вот маленький кусочек нужно окунуть в соус и, в общем, попробовать на вкус. Давай, Элла. Готовят это блюдо всегда на первый день, а это после уразы. Элла, как тебе? Нормально. Я люблю сильно соленое. Элла, а тебе вообще сам соус нравится? Да, соус прикольный. Прикольно? Да, больше соуса, если возьмешь. Да, да, да. Тебе еще хлебушка надо сюда дать. Нет. Мы с хлебушком кушали. Детям покупаю новую одежду. Это могут быть и какие-то платья, и костюмчики. И покупаю новую обувь на праздник. Тем самым, в первый день Айта ребенок должен быть одет и все новое. В общем, мы не исключение. Мы нашему ребенку тоже купили и платьице, и обувь новую. Мы сегодня нафотографировались. К нам приходило очень много гостей. Насчет этой соленой рыбы. Почему в первый день Айта считается полезным кушать соленую рыбу вместе с этим сладким соусом? В течение этого месяца организм теряет очень много соли. И тем самым, когда мы кушаем соленую рыбу, мы тем самым восполняем все соли, которые необходимы нашему организму. И, конечно же, мы будем пить очень много воды после этого. К нам придет та необходимая жидкость, которой было недостаточно в течение этого месяца. Поэтому здесь в Сфакси, в этом городе, в этой стране и во многих других арабских странах, таких как Египет и Ордания, считается традицией кушать именно эту соленую рыбу. Сегодняшний день был очень насыщенный, очень приятный для нас. В общем, спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео, что вы были со мной до конца. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком. Напишите мне в комментариях, как вы отмечаете ваших странах, ваших городах. Первый день после Рамадана. Мне будет очень приятно вас почитать. Поэтому я вам желаю во второй и в третий день Айта получить очень много положительных эмоций. Всем вам хорошего настроения и всем пока-пока!